с докладом про котленка рутины прошу спасибо всем что пришли меня сразу вопрос просто чтобы понимать уровень аудитории за ним задавал сколько вот в текущей аудитории вообще писала на котлене ну я ну как бы ты на котле не можешь писать там да ну то есть а можно еще раз руки поднять по моему кто-то поднимал да ну то есть кто-то писал а то вообще ну после за после доклада злима или в принципе синтаксис котлина слай немножко понимать вообще что там происходит ну хорошо ладно мне будет проще немножко ну там будет жесть поэтому местами будет жесть поэтому сразу если что-то непонятно пожалуйста сразу там за поднимите руку выкрикните потому что если вы где-то там потеряетесь по дороге то вам потом будет тяжело вообще потеряется суть и поток доклада у меня вообще такая цель просто сказать что такое к рутины вот как они на живем сделаны да то есть понятно без гору тина какие то есть еще какие-то к рутины ну вот нам нас интересует в коплении как они живем работают никак не на джестом и как не на ней тебе только на живем ну наверное вывод из моего доклада поймете как их применять то есть вот вас есть картина чё с ними дело да ну и наверное юзкий за где их надо применять в общем-то пару слов о себе ну я вам лидер типа до русской крупные из группы этого профессионалов там стек разработчик от ленер ну и приходите вот анонс 13 июня на кук наши метапы мы делаем в минске ну как залимая наговорил что вышел вот kotlin 1.0 в феврале 2016 недавно вышел kotlin 1.1 kotlin 1.1 принес что он принес kotlin.js и принес карутины все одна из ключевых фич именно в языке то есть джесс это платформа фич в языке это от карутины многим наверно знакомы асинковейт да асинковейт кто писал с асинковейт а тонн и джесси пишет например питоне си шарп так не все знакомы окей илт побольше вот эти фичи корутины принесли но не только это и как бы это библиотечные вообще функции это не в языке это вот как бы сбоку с помощью корутин можно сделать асинковейт и илт да что сразу хочу сказать это то что корутин имеет экспериментальный статус то есть фактически никто вам не обещает что в kotlin 1.2 они будут также работать как работают сейчас сейчас допустим если вы используете грэдл надо написать такую конструкцию в вашем проекте и вообще что это означает для будущего вот сейчас все классы kotlin корутин находятся в таком пакете да это в статарной библиотеке и они перейдут в пакет kotlin корутин когда api стабилизируется и уже с того момента обещает поддерживать обратную совместимость то есть сейчас если напишите код на картинах никто вам не гарантирует что он так будет так что тыщить опасно и я сразу скажу я подошли с kotlin корутинами не работал я как бы просто играюсь ну и как бы поэтому мне понравилось решила сказать ну вот мы хотим написать hello world мы хотим написать там на карутинок есть библиотечка kotlin корутин там есть core есть btk rx reactive streams реактор там много разных подвидов android java fx swing то есть много библиотечек мы возьмем пока core и в коре есть такая замечательная функция delay вообще про что корутин да про то что мне надо то что вычисления они не блочат среды да они как бы уходят то есть вытесняющим треда это вытесняющим многозадачность корутина это кооперативная многозадачность то есть вот такой код как вы думаете что он как бы сделает ну дела это типа слипа только не блокирующий ну то есть срэд слип есть до который можете придать он заблокирует поток на время и потом там потока разблокируется а делаем делает то же самое но самом деле в этом случае вообще ошибка будет потому что на самом деле вот чтобы использовать дела и вам нужно вокруг какой-то иметь корутину то есть какой-то контекст выполнения отлично мы заглянем документацию найдем там вот такой контекст выполнения что там говорится это что внутри код внутри вот это вот в этой скобочек то есть это лямбда передается какой-то блок он будет выполняться асинхронно то есть он просто запустится и будет выполняться сейчас по идее должно все работать так ли это либо есть какие-то тут недочеты что-то может пойти не так ну лавничьи туда обычный метод который что возвращает там job возвращает команд пул это данном случае это с команд for join пул то есть у нас есть в джаве стрима примерно на время стрима появился for join пул и есть статический инстанс который один на всю живем к команде for join common пул то есть как бы вот это запустится вот на этом пуле ну окей смотрите проблема в чем вот вообще ничего не произойдет почему так нет нет тут не да вот на самом деле у нас есть основной поток приложения наш мейн он пойдет ну то есть вы выйдете launch это за зашедулиться на команд фору for common for join пул там будет секунды ожидания а приложение уже завершится и как бы ничего не выявится да как пофиксить есть да есть страдслип ну как бы мы основной поток засыпали и все отлично да но в общем то что-то тут не так поэтому есть лучше лучше решение это функция которая тоже доступна библиотеки run blocking что она делает она говорит вот это внутри я уже могу бить что такая рутина потом проясним этот момент внутри эта картина пока она выполняется мы блокируем этот сред как только она отпустила выполняется дальше инструкции то есть мы выявиться все как надо там не принтелая нам print поэтому вывезти холло ворд да то есть у нас запускается код внутри вот этой карутины ждет секунду вводит print разблокируется основной поток и выводится ворд то есть получаем холло ворд ну и какой-то такой более на чем разница если мы написали сред а и а мы не знаем сколько карутина будет выполняться на мод взятку то очень много всего внутри у себя мы там можем делать кучу запросов да но с ретана заблокировать ну бесконечно надо сделать red join да чтобы заблокироваться и ожидать дальше ну то есть вот этот способ рекомендуемый в принципе можно начать red join ну там внутри так и будет скорее все сделано то есть чтобы заблокировать текущий сред делается с red join да а потому что давай ему нужен контекст выполнения то есть какой-то как выполняться дальше будет более понятно отлично мне нравится что мне вопросы дают потому что это значит люди не спят я еще никого не потерял надеюсь вот в общем то вот этот наш ронблокинг да мы тут как бы записывали его то есть у нас открывать скобочки идут после как функцию выполняют принципе мы можем написать вот так вот то есть это у нас single expression одно выражение внутри вот у нас есть допустим какой-то штепик лент который умеет в карутины да или бы не умеет в карутины но он асинхронный и когда он делает get он возвращает например компьютер фьючер и для компьютера фьючер у нас есть метод в котлене extension метод то есть мы расширяем как бы компьютер фьючер с помощью extension метода это такой с точки зрения java то будет статический метод и ожидаем то есть вот у нас запустился main thread он ранблокинг значит он ожидает выполнения карутины внутри вот этого ранблокинг блок там у нас есть а ведь мы значит ожидаем пока выполнится запрос в запрос выполняется там дергается колбайк внутри по одну под капотом да там какой-то контейнер и только тогда мы получаем резалт и выводим резалт то есть это уже такой более приближенный к жизни там без каких-то дилеев уже не такой hello world нет мы не заблокированы то есть смотри на самом деле вот это чем отличие от в общем то да сейчас момент дойдем то есть что вообще что позволяет писать что есть карутины в копыне да вот что надо для крутин это suspend это ключевое слово которое добавили язык это какой-то low-level api который добавим стандартную библиотеку ну и как бы никто не в своих обычных проектах не должен использовать лолой api как правило потому что на нем достаточно сложно писать и можно допустить ошибки но вся сложность она вынесут эти библиотеки и есть уже готовый библиотека для много для всего это kotlin x coroutines ну вот там мысль тут в основном используем core я использую core презентации вот suspend сейчас сейчас пройдем тут наша функция delay я говорю то есть ключевое слово suspend то есть обычная функция в котле там fan delay либо там фан какой-то тип . дилет extension function и так далее данном случае мы обязаны как бы пометить нашу функцию suspend это значит что она сможет перестанавливать свое выполнение она не блокируется то есть она не блокирует thread thread который лежит под ней она перестанавливает свое выполнение и дает возможность другим к рутинам другим функциям выполняться в это время на этом данном потоке ну как бы вот это пример уже как бы на чисто на блокирующим api то есть у нас есть функция get contact и внутри у нас есть http get который уже блокирующий что происходит мы стартуем ну как бы запускаем функцию идет запрос thread блокируется у нас соответственно наш диспетчер системный не ждет он делает контекст свитч то есть переключает на этот на это ядро например там в общих читах то не совсем точно переключает другой поток там мы ждем 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 нам выходит ответ там какой-то пулинг внутри происходит нас thread видит что он уже как бы может быть поднят опять происходит контекст свитчинг возвращается наш thread на нашу на наше ядро и мы как бы продолжаем выполнение какие-то ну действия непонятные происходят я вообще как бы ну а знаете что это ну это короче дайте плохая аналогия это как котик с дверью это вот котик с дверью я сейчас приведу аналогию тому что я сказал вот вы приходите на работу такие садитесь за комп у вас приходит задача вы начинаете сделать и понимаете что вы зависите от боба который в америке который через 6 часов проснется и вместо того чтобы ну что-то полезное делать вы сидите ждете пока боб вернется приходит менеджер такой это еще не работаешь берет себя убирает твое рабочее место забирает твой комп все твои пожитки садят на твое место другого человека он сидит делать свои задачи потом опять же этого человека с этого места убирают садят 5 тебя и вот так отработаете то есть менеджер есть какой-то который выгружает вас загружает вы тратите время там на собственно свои вещи перенести ноутбук поставить там загрузить систему не знаю в состоянии потока войти а ну как бы карутина это когда вот вы сидите во вы заблокировались на боба и вместо того чтобы сидеть ждать вы берете другую задачу и продолжайте вашего в вашем потоке продолжайте делать как бы работу то есть вы не не ожидаете боба у вас как бы вот есть процессное время вы не идете в там менеджеру в системный шедулер чтобы он ваши потоки закану за свечу и поработаете как бы более эффективно то есть а код ну это плохая аналогия глубоко и собственно да вот это такая классная инфографика на показывает стоимость каждому различных различных инструкций и вот наш концепт свитчинг если это одна из самых дорогих операций которые могут происходить на процессоре но если ты заблокировался да у тесь здесь java машина да у нее есть потоки потоки маппицы на нативные когда тебя поток блокируется ну как бы либо у тебя ядро будет простаивать до либо операционной системы она возьмет туда какую-то другую у тебя там 100 потоков они туда-сюда свечиваются то есть постоянно происходит вот это постоянно процесс расходуется никуда что еще расходуется никуда память да если мы стартанем ну если мы вот так вот напишем то есть мы захотим создаем как бы range от от 1 до 100 тысяч и запускаем там сто пятьсот трэдов этих и всыпаемся на секунду что происходит ну на моей 32-гивовой машине происходит вот это нельзя создать на этих трэд потому что нативная память как бы заканчивается под каждый там только стек трейс там в среднем там 512 килобайт мегабайт уходит соответственно ну очень быстро память закончится с крутинами так крутина не очень легковесные поэтому я легко могу создать эти 100 тысяч на одну карутину каждая картина это один объект в памяти то есть они много не потребляют вот команд пул то есть реально они запустят на команд пуле пул команд пул это по моему там типа количество их ядер минус один что такое то есть намного меньше будет софта вопроса нет кей сравнивая лямбда который ты за ну да то есть смотрите можно взять экзекьютор правильно и туда с таски например какие-то делать проблема в том что ты потом их тяжело менеджить у те зависимости между тасками да у тебя есть таска а таска б ты там начнешь фьючер либо колбайки делать да и ну как бы с колбайками понятный колбайк с фьючерами тебя вот эта вся функциональщина и не всегда удобно грубо говоря ты хочешь из из 3 ну тебя там зен-зен и ты со второго зена хочешь достать результат 1 в общем вас запрос n плюс 1 вы идете на гитхаб хотите достать юзера а потом вам надо достать еще репозиторию юзера вы делаете два запроса вы делаете один запрос и ченитесь и потом допустим вы у этого репозитория еще хотите лайки достать у вас получается два запроса и в случае промисов это ну как бы такая функциональная композиция вам неудобно тупо доставать там из в третьем зене чего-то из первого либо если вы захотите сделать цикл да вы захотите в цикле делать запросы тоже будет неудобно попробуйте например пример такого 5 когда вам возвращается вы как бы есть пейджинг да то есть в 5 который в котором есть набор страниц и там возвращается текущие как бы значение и типа more можно если еще и вот вам надо по сути сделать как бы рекурсивный вызов и на промисах это не непросто сделать как бы либо какие-то цикличные вызовы не просто сделать но к б как там попроще сучек рутин это делать элементарно то есть очень просто читается очень легко с этим работать да то есть вот мы решаем как бы выдуманные проблемы at scale ну то есть где это нужно это нужно на серверах одно из применений когда вы хотите реально скейлиться когда у вас там не пять человек в день заходит а когда у вас там в одновременно там тысячи соединений потому что если у вас есть тысячи соединений она поднять тысячи трэдов тысячи трэдов нас там не знаю на джебосин там кейте это очень дорого вы там будете делать пул и вам допустим да и вас пул будет заканчиваться в какой-то момент вы сможете обрабатывать запросы если вы возьмете к рутину и будете делать асинхронная там типа найти или under to то у вас ну как бы вы сможете делать намного больше соединения одновременно где еще это нужно кроме серверов высокопроизводительных это юай ну в случае вот как залима сказывал в браузере у вас вообще нет выбора по большому счету у вас есть один трет юайн и и вы на нем выполняете вашу работу если вы вдруг заблокируете этот трет например раньше был сейчас он за диприкетченный но раньше был xml htp request и мы могли сказать sing true то есть пока запрос не выполнится у вас я и повисал вот в общем ведь ну как бы весело и вот вы потом видели вот какие-нибудь сообщения типа у вас страница повисло и и ничего не хочет делать ну или там падал и там android-приложение них юайн и трет тоже можно забить то есть там это тоже мастхэв и корротина там тоже это ну как бы облегчает ну вернемся к вспенду которым я начал там был дилей да ну на самом деле можно писать свою со спин функции функцию то есть любую то есть вас никто не ограничивает в этом плане и как бы классная фича то что идея подсвечивает такие функции то есть если у вас есть то есть данный пример очень простой вы знаете уже помните что дилой это спин функция случае какого-то не знаю если тут было много-много срочек кода и там куча вызовов не знали да там может приостановиться ваше выполнение не может то есть идея очень классно поддержала этот момент да 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 вот когда вот это вот функция вызывается со спин это значит там может переключиться а может на самом деле переключиться там зависит если у вас допустим уже дальше дальше будет пример java api ну смотри если у тебя есть капитал фьючер это java api ну это сама по себе не ну не карутина это просто фьючер но мы можем с помощью завернули в саспенд ну чисто экстешен фашина вейт и вот она уже как будет саспендится да без проблем ну там внутри будет стоять машина я чуть дальше покажу пример как это работает окей ну ты сам это контролируешь если у тебя нет ну плохо это блокирующий если там реально блокирующий 5 допустим знаю там большой цикл который будет считать там секунды тебе не подходит потому что заблокирую что это если ты не можешь то и влезть ничего поменять ну как бы пришло и уже делаешь театр и блокируется если транс блокируется у тебя допустим там может быть на всех рутины про все про все один поток и в этот поток заблокируется у тебя юай заблокируется или сервер перестанет отвечать да и он может например завернуть саспенд функцию в launch и на команд пул ну как бы отправить он на команд пуле будет выполняться а твой юайный поток главный вот этот поток либо ай о поток да поток в котором происходит взаимодействие с сетью он будет спокойно ну как бы свободный и там он не будет забивать ну блокировать выбиваться вот ну пример реально а да тут вот получается смотрите со спайдинг фаншн еще может быть спайдинг ламда ну я понимаю что несколько сегодня вот эту вот запись мало кто понимает что тут происходит вот это функциональный тип вот как бы к эта функция которая на вход принимать ничего и возвращает void по джоому ну то есть юнит по код женскому и она в себя внутрь зисом как бы принимает этот скобка рутин скоб вот и все это она говорит что вот эта функция она тоже это лям да она тоже со спайдинг то есть он тоже может представить внутри себя выполнения то есть ну есть как бы пасные два вида там ну они по самом деле по большому счету одинаковые функции лямб ты большом что не так важно вот мы сейчас посмотрели ну так очень кратко в принципе штука с мент функции и как я говорил там по плану у нас дальше идут низкоруния и пи который находится стандартной библиотеки и первая первую первая функция которая нас тут интересует это создание корутины да то есть что происходит у нас опять вот эти extension function и то есть как я показывал овейт да у нас есть овейт который определен на капитал фьючер но в капитал фьючер нету функция вейт но мы почему-то вот так могли вызвать точка вейт это происходит из-за того что в котле есть extension function и там нет никакой магии никакие классы не стриментируются это просто во время компиляции вот это вот превратится в статический метр вызов там первым аргументом в этот вызов придет появится такая функция критка рутин мне первым аргументом будет уже не ресивер и completion будет вот этот вот это лямбда и собственно все то есть там никакой магии нету позволяет проще писать кита ну расширяя существующие пи и не используя допустим string утилс да у вас там есть string утилс это патч команд с которым есть trim вы можете написать это ну как бы за используя даже тоже string утилс утилс завернуть в такой удобный вот api extension function функцию и потом использовать на стринге прямо . 3 что тут мы создаем к рутину на вход она принимает какой-то ресивер к не будем об этом думать и континейшем внутри она вызывает там какую-то тоже функцию то есть тут очень много магии нам это не интересно по итогу вот как это используется у нас есть какой-то блок вот случае лаунча вот это вот наш бог да и на нем вызывается вот эта наша функция вот как вы выглядит вызов extension функции то есть мы объявили extension функцию на каком-то таком блоке вот у нас есть блок который он был определен в launch вот тут внутри этой функции и мы вызываем туда передаем лямбду вот такую вот наверное выглядит сложно то есть понял давайте так кто понял один человек ну там два наверно даже было экссеншем функции давайте я на самом деле планировал что что-то возможно такое будет так где тут а вот view да но сейчас напишем быстренько какую-то session функцию то есть я спешу вот фан на стринг и не на этом бла и соответственно вот я открываю неудобно смотреть туда писать тут вот она начать ничего то есть в данном случае теперь я хочу чтобы она вернула string вот и внутри я могу доступиться к зису и здесь вот этот вот это будет да это будет string вот и что получается я на примеру могу у него сделать там to upper case что там to upper upper case ну это надо вернуть до либо я могу написать вот так напрямую не делал там ритм и теперь вот я могу в моей не взять любую стрингу и у него вызвать мой метод новосозданный бла реально там в джаве грубо говоря это будет выглядеть так будет функция ну там паблик воет ну в какой-то это просто функция она будет называться бла первым у него будет идти стринг да а вторым у нее там ничего не будет ну то есть тринг это вот этот здесь то есть это примерно так вот экссен функции выглядит возвращаясь нашим баран вот у меня есть такая extension функции на на какой-то лямбде то есть на каком-то какой-то функции функция на функции вот у меня вот эта функция и внутри вот этого лаунча я создаю к рутину на самом деле там внутри там все упрется в то что я вам показываю и вот тут вот есть метод старт который ну то есть вот он аргументом идет который типа картин старт если посмотреть внутри на самом деле когда я вызываю этот метод старт вызывается этот метод in volk и что происходит происходит вот допустим ставка рутин то о чем сейчас вам рассказываю и что интересно мы идем дальше глубь норы и тут нам будет все сложно и мы поэтому возьмем другой метод так это старт а вылазить черной дыры да это хорошо скажу launch да мы вот создали контекст к рутину и стартанули к рутину пошли в старт делаем то же самое надеюсь что-то поменяется какие-то спецэффекты происходят на экране сейчас я вам не покажу я покажу дальше где-нибудь в общем идея в том что мы когда вот так вот идем идем внутрь глубь вглубь всего это кода там будет просто с ровным exception и сказано что в этом моменту как бы компилятор знает просто о том что есть вот такие функции и он генерирует сам код во время компиляции то есть в итоге вот эта вся магия она там где-то как-то будет компилятором разрулена ладно я сейчас могу так как-то не очень удобно заниматься хочу что в итоге надо знать что креетка рутин создает instance класса а класс создается компилятором и этот ну как бы из из класса уже потом диспатчется на треды например он внутри себя хранит состояние состояние карутины супер как бы вот ну то есть вообще карутины они там где-то в 60-х годах ну там в искусстве программирования были описаны ну там они как-то так странно описаны были в нашем случае это просто instance класса в джаве в джаве на gvm в коп линии карутина это instance класса вот дать ну не бойкот там будет я про сионом просто брал и jvp как бы и реверсал да то есть у нас нас кс сэспэн фаншн в котором просто давай вызываем компилируем получаем два класса смотрим в первый класс там есть просто метод вот это наш фич то есть да видите ли сейчас вот вот тут вот да у нас был метод фич он себе ничего никаких аргументов не принимает ничего не возвращает просто делать дилей ну такой как бы дилей на 1000 алиас по сути мы сделали вот у нас есть вот этот первый это все было файли example кт вот у нас генерис классы зампал кт вас есть метод фич в него при этот континей шин континей шин генерится компилятором то есть он смотрит на то как у нас строится программа какой у нас флаг вызовов и генерит антиньюэй шины если заглянуть байт код ну как бы не бойт под даже ну то есть я взял скопилил классе порсионом декомпиль ну то мы увидим что все что делает эта функция она берет и вызывает вот там от ритор new ну, example fetch, example fetch, ну, то есть она вызывает конструктор у того класса, передает туда continuation, который компилятор ему сюда передал, и передает еще какие-то аргументы. Давайте посмотрим на этот example fetch, example fetch. То есть вот что интересно, этот класс, он extended coroutine impl, то есть вот это и есть сама coroutine, каждый вот этот метод suspend, он превращается потом реально в класс. И вот у него есть там метод doResume и есть fetch конструктор. В байткоде, ну, как не в байткоде, опять же, если заглянуть к компиляторам глубже, то видим, что вот этот doResume, у него есть какие-то лейблы, свитчи. Что это значит? То есть у нас строится, стоит машина. Я об этом не буду рассказывать, как она строится, какие там правила. Есть доклад Андрея Бреслова на gmls, там в конце презентации будет ссылка, и ссылка на презентацию тоже будет. Вы можете посмотреть, как вот эта магия с continuationами и с стоит машинами, как компилится код, ну, потом реально какие-то там правила. То есть мы посмотрели create coroutine, start coroutine. По сути то же самое. Единственное, что мы сразу стартуем. То есть чтобы стартануть вот эту coroutine, которую мы создали, мы просто вызываем на ней резюм. Кстати, вот тут можно попробовать или suspend, ну, сейчас suspend попробуем. На suspend coroutine. То есть сейчас мы пытались создать coroutine, а сейчас мы попробуем написать свою собственную suspend функцию. То есть опять же тут какой-то страшный код. Мы его так рассматривать сильно не будем. Что нам интересно, что мы вот сюда передаем continuation, то есть у нас какой-то блок кода, на вход которого приходит continuation. Вот смотрите, как это выглядит. Вот у нас есть capital of future. Вот я делаю await extension, да, как я показывал. То есть extension на capital of future. Внутри у меня единственный как бы метод – это suspend coroutine. На вход в него приходит continuation. When complete, он вызывается как бы на this. Он вызывается вот на этом instance capital of future, на котором я буду вызывать, как я вам показывал пример со стрингой. И, соответственно, в incomplete, когда выполнится, то есть опять же приходит лямбда, если результат есть exception, я проверяю, если был exception, точнее, если его не было, то у меня все хорошо. Я говорю continuation, окей, пошли дальше. А если у меня был exception, я говорю, ну, типа, есть exception, и потом как бы этот exception выбросится, я смогу его захендлить с помощью обычного try-catch, там, где я вызываю await. То есть если у меня есть какой-то метод, где, вот, я вызываю await, какой-то call site, какое-то место, где я вызываю точку await у capital of future, я оборачиваю в try-catch, я получу вот этот exception в try-catch. Это сделано для этого. Ну, если все хорошо, у меня там просто будет, типа, результат, я получу и буду с этим результатом дальше работать. То есть таким образом мы взяли вот capital of future и написали для него, по сути, сделали, превратили его в корутину. Без использования каких-то там других special функций. Да, тут стрелочек были, то, что я рассказывал. Супер. Давай, кто-то еще понимает что-то и что-то не понимает. В общем-то, было бы классно, да, чтобы мы могли отменить. То есть если у нас, допустим, есть какая-то корутина, и мы говорим, ну, мы что, долго тебя ждем, давай мы тебя вообще отменим. Поэтому есть еще такая корутина, такой метод. Чем он отличается? Там был continuation, а тут cancelable continuation. Ну, и тут чуть дальше там тоже все по-другому, не сильно важно. И как это выглядит потом, да? То есть у нас был там, помните, suspend корутин, а сейчас suspend cancelable корутин. Тут у нас был continuation, теперь cancelable continuation. И у нас появился вот этот метод, который говорит о том, что когда корутина выполнилась, либо там с exception завершилась, либо ей сделали cancel, то вот этот код выполнится, и мы возьмем, заканцелим вот эту future. То есть если нам вдруг не надо дожидаться результата future, потому что мы захочем все это заканцелить и как бы дальше не выполнять, то мы как бы более эффективно расходуем наш перформанс, да? Вот. По идее, есть шанс, что она начала выполнять. Да. И мы такие… Она могла еще даже не начать выполнять, в принципе. Ну, наверное, да. То есть вот как это можно применить? У вас есть такой метод twist timeout, вы туда передаете количество миллисекунд, и вы хотите вот делать реквест, вот это вот computable future, да? Ну, то есть мы как-то получили вот этот computable future и берем await. Если она за 100 миллисекунд не выполнится, то тут кинется exception. Либо вот on all, то есть то же самое, только вернется null. То есть мы можем сказать, что мы хотим подождать вот этот реквест, но мы ждем только 100 миллисекунд. Если он не выполнится, мы внутри заканцелим его, причем, да? И как бы, ну, тут кинем exception, а тут вернем null. Ну, в зависимости от того, какой нам удобнее API. То есть дальше, что еще есть? Как можно заканцелить? Есть вот этот launch, который мы уже видели много раз. У меня есть вот из-active. Запомните, тут есть, видите, я могу получить откуда-то вот эту переменную из-active, да? Ну, я делаю там delay, вали, и я могу заканцелить вот этот job, который мне вернул launch. То есть у меня launch возвращает job, я его канцелю. То есть что произойдет? Он там крутится, из-active true, из-active true он там делается, и принт лейнг 42. В тот момент, когда он заканцелил, он сразу же перестал как бы выполнять этот код, коррортина завершилась. Если я хочу, чтобы какой-то код все-таки в любом случае выполнился, есть такая конструкция, то есть, ну, вот этот код какой-то может быть, это может быть там очистка ресурсов, либо, ну, как правило, там, что-то надо закрыть, что-то открыть. То есть мы можем внутри коррортины выполнить точно код, даже если ее заканцелили. В общем-то, вот это все мы сейчас с горем, надеюсь, пополам изучили. Дальше генераторы. Генераторы больше знали. Да. Ну, он просто не закончится. Нет, он сможет прервать, потому что тут есть дилей. Потому что дилей, он ходит в диспатчер. Он говорит, типа, ну, я тут остановлюсь, а если бы тут дилея, в принципе, не было бы просто while true, он бы, ну, как бы, нельзя было бы, ну, он не уходил бы просто с треда, он просто бы крутился в этом цикле. Да, он там возьмут, если у нас есть там что-то еще, в диспатче он пойдет и начнут другие. Вот у нас есть command pool, там есть какое-то количество потоков, эта коррортина выгрузится, загрузится, там другой код будет выполняться. Это изучили. Так, build sequence. То есть в Kotlin есть такой класс sequence, это что-то вроде стримов в Java. Вот sequence, написано так называется. Sequence, ну, и там внутри какой-то т, там, int, string, любой тип. Вот, и вот эта функция, она позволяет нам создать sequence. Что тут интересно, это то, что она не suspend, то есть она обычная. То есть обычная функция, а внутри уже тут вот есть какой-то suspend лямбда с ресивером. То есть, ну, extension, вот это вот, что я рассказывал. То есть она не suspend, но внутри у нее есть suspend. Давайте смотреть дальше, что там происходит. Да, мы передаем внутреннюю вот этот блок, как это выглядит. Вот у нас есть наш метод, внутрь передаем блок и yieldимся. То есть каждый раз, когда мы вызываем, ну, в принципе, да, то есть у sequence там есть next, next, next. Каждый раз, когда мы вызываем, мы берем новые значения и передаем его, возвращаем. Да, если мы возьмем наш вот этот lazy sequence и возьмем первый три, то есть это как бы лимит. Притерируемся, выведем их, то получим раз, два, три. То есть у нас, ну, lazy, все. Что? Круто? Дилей. Давайте ставим свой delay. Как вы думаете, что произойдет? Взорвем мы? Живем и не взорвем. То же самое, только как… Ну, в общем-то, вот так будет. Вот нельзя, не надо. Ну, как бы логично, потому что, ну, зачем тут вообще delay какой-то там, ну, любая, в принципе, какая-то непонятная штука, мы должны только yieldиться. Почему так происходит? Заглянем в sequence builder. Там есть аннотация restrict suspension. И она говорит о том, что внутри вот этого вот блока, который мы передаем, да, могут вызываться только методы вот этого класса. И у нас тут их только два. Там yield, yield all. То есть мы не можем любую другую, ну, методы suspend, которые suspend методы, мы не можем ничего другое вызывать. Но, в принципе, мы можем написать extension функцию, и она будет считаться как будто бы метод этого класса. Но, опять же, мы можем вызывать только то, что есть на нашем sequence builder. Ну, и вот как бы пример, да, то есть мы взяли этот, написали этот метод, и вот тут его вызываем. У нас всегда 42. Отличный ответ на все вопросы. Есть еще build iterator. То же самое, только вручает iterator. Отлично. То есть sequence, iterator, suspension. Это была самая, наверное, жесткая часть. Это core, low-level API. Теперь библиотечные вызовы. Launch, с которым мы уже много, ну, как бы, видели. Sorry, launch. Да. Что у него есть? Ну, есть, ну, buddy нам неинтересно, но у нас есть три аргумента. Сейчас мы их рассмотрим. То есть первый аргумент – это core-sign-контекст. Он говорит о том, где будет выполняться наша core-sign-контекст. Unconfined – это значит, что, ну, как бы, нам не важно, он может сейчас на текущем трейде начать выполняться, а потом выполниться где-то в другом месте. Common pool, я уже рассказывал, это наш forward join common pool. Общий. Мы можем создать и передать туда, внутрь, single-set-контекст, то есть туда наши core-sign-контексты, будут выполняться на одном трейде. Мы можем передать, ну, fix it, то есть какое-то количество ограниченных трейдов. И любой экзекьютор мы можем превратить в этот контекст. То есть любой экзекьютор может стать контекстом для выполнения core-sign-контекст. Потом следующий аргумент – core-sign-start. То есть когда она стартует, default – это, ну, то есть она вот так и стартует просто сразу. Dispatch – это значит, что она стартует, но она не будет диспатчиться на никакие другие трейды. То есть она там не будет диспатчиться на common pool. Она будет диспатчиться только на, ну, прямо вот текущий трейд, который мы вызвали. Это хорошо для UI. И lazy – это значит, что она вообще не стартанет. То есть пока вы ее, ну, не будете дергать явно, она не будет запускаться. Последний аргумент – это core-sign-scope, который доступен внутри core-sign-scope, вот из active, да, на который я обращал внимание, доступен тут, ну, то есть передается внутри core-sign-контекст, тут core-sign-контекст, на котором выполняется. То есть был launch, теперь async. Что он делает? Он так же самое запускает, так же самое запускает коррутину, не блокирует текущий трейд, возвращает, соответственно, на deferred. То есть в отличие от launch, launch возвращает job, у него немножко другие методы, а deferred, он похож на computer-of-future. В принципе, там есть метод, который deferred конвертит в computer-of-future, вы можете дальше его использовать. Вот, да, deferred. Есть еще такой yield, да, он не про генераторы. Это вот как раз таки про то, что если мы какую-то делаем большую таску, и мы хотим сходить, сказать, диспатч, ну, слушай, я тут, конечно, делаю большую таску, долго, тем вот там есть другие коррутины на выполнение. Если у меня есть другие коррутины, то есть мы можем, ну, как бы, вот текущую коррутину засеспендить, диспетчер, он возьмет другую коррутину, выполнит, потом в какой-то момент нашу коррутину тоже начнет выполнять. То есть он передает выполнение, передает, ну, как бы, позволяет диспетчеру запустить другую коррутину. Есть такой большой, как бы, вопрос, да, вот у нас есть коррутины, они выполняются, на самом деле, одновременно. То есть это как бы асинхронное и параллельное одновременно. То есть асинхронное, оно там, параллельное, в принципе, если вы написали асинхронное, вы можете потом это запустить параллельно. И возникает вопрос, то, что вы можете из многих коррутин, допустим, вы бы запустились на comment pool и у вас есть несколько трендов, и с каждой карутины вы можете доступаться до какого-то shared state. Это плохо, да, там, в LTI работать не будет, синхронизировать нельзя, потому что забочитесь. Как можно выходить из этой ситуации? Вы можете использовать Atomic, там, Atomic, Long, Integer и так далее, подобные классы. Вы можете взять и ограничить контекст. То есть взять не common pool, а взять single thread pool. И тогда у вас не будет, в принципе, доступа из многих потоков. Вы можете взять, на самом деле, большой-большой вот этот common pool, но в каком-то конкретном месте взять и использовать маленький pool, ну, pool, там, один thread. Вы можете использовать mutexы, но это mutexы, которые в Kotlin X coroutines, то есть они не блокируют thread, они также со спендятся. Также есть акторы. Ну, то есть похоже то, что есть в Wack, там туда-сюда сообщение посылается, и внутри они, ну, как бы state-менеджаются, внутри акторы, а снаружи только сообщение обменивается. Ну, больше посылочек почитайте, там, да, да. Корутины можно вызывать эккурсивно. В данном случае ничего хорошего не будет, будет stacker fall, поэтому, в принципе, оптимизация хвостовой эккурсии тут работает. То есть можно сделать так даже внезапно. Как это дебажить? Понятно, там в идее все работает, вы поставили дебаггер, а вам иногда придется проходить через вот эти вот внутренности. Еще есть такой ключик для Kotlin X Coroutine в библиотеке. Он возьмет и вот в этот вот name thread запишет текущий номер корутины. А номер корутины он получает вот так вот. Он берет atomic long и просто его инкремеется. То есть таким образом он помогает дебажить. Самая классная тема, да, вот вы пишете на Kotlin, но у вас еще есть Java, и вы хотите использовать корутины Kotlin из Java. Вы можете вот написать свою suspend функцию в Kotlin, да, и потом написать такой метод, который выведет copy-do of future. То есть вы возьмете вот эту функцию, вызовете внутри функции future, и он вернется copy-do of future. И, соответственно, дальше вы можете использовать Java просто вызов метод for Java. То есть интероп есть. Что я не рассказал, я не сказал про каналы, я не сказал про select. Ну и там еще много чего, на самом деле, я не сказал. Как поучить? Есть отличный гайд от Романа Элизарова, есть второй гайд, есть Kotlin Slack, и там есть канал корутины, где можно задать вопросы. Есть Андрей Бреслов на Джокере, тут все ссылки будут в презентации, где он рассказывает про корутины, намного более просто. И есть JMLS, он старый, ну это Java, JVM Language Summit. Там старая реализация, но там вот эта идея того, что как работает внутри корутины, как там делается стоит машина, как передаются continuation, там отлично рассказано. Спасибо, что послушали вопросы. К сожалению, времени на вопрос уже не осталось. Сейчас будет кофе-брейк, в 17.15 следующий доклад. Кому очень хочется задать Руслану вопрос, подходите к нему лично, задавайте. Всем спасибо. Спасибо.